Вот, покормила птиц на улице, а градусники у нас было 19 градусов мороза. 19 градусов мороза. Пока мы были на новогодних каникулах, в визовке, никто, естественно, птиц не кормил. Все кормушки в школьном дворе и на улице, все были абсолютно пустые, бедные птицы. Единственное, что вот в том доме живет инвалид, молодой, лет 40 ему, наверное. Может быть, 40 с небольшим. Правда, наверное, он пенсию не получает, по рассказам тоже одной волонтерше бабушки, которая подкармливает птиц и кошек местных. Вот, она сказала, что он, скорее всего, не получает пенсию по инвалидности. И когда он работал до увольнения, он подкармливал птиц. Вот, а теперь, скорее всего, по тому хлебу, который я вижу там, на голубиной кормушке, скорее всего, он где-то собирает хлеб, выкинутый из магазинов. Разный хлеб, вот, выкинутый из магазинов на мусорку, просрочку. И подкармливает голубей. Ну, естественно, на таком морозе хлеб замерзает быстро. И голубям он безразличен. Его утаскивают постепенно вороны. Я видела, как ворона прилетает, берет кусок и улетает. Естественно, воронам столько много хлеба не надо. У них же хищные птицы. Вот и хлеб валяются. Ну, спасибо хоть ему. Не знаю, как его зовут. По-моему, она говорила, Саша его зовут. До Нового года я пыталась с ним заговорить, чтобы поручить ему своих птиц, дать ему корм, чтобы он подкармливал. Но он убежал. Но все голубятники так делают. Они убегают, потому что они знают, какой негатив от местного населения идет. И завидев кого-нибудь, кто к ним приближается, они убегают. Так же делает моя знакомая, тоже волонтерша Катя. Вот. Только я вступаю в перепалки, потому что из-за своей маломобильности я не могу убежать. А вот я вступаю в перепалки, мне такой характер скверный. Вот. Ругаюсь. Вот и грызаюсь. Вот. Проклинаю там их. И так далее. За то, что они ругаются. Вот. Остальные все убегают. Вот. 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 Продолжение следует...